От безмятежных японских пейзажей до благоухающего средиземноморского сада и калифорнийской секвой. Такое путешествие можно совершить в садах Кью в Лондоне. Знаменитый комплекс предлагает альтернативу отдыху за границей, который затруднён из-за пандемии. «Вы видите растения, пейзажи и архитектуру со всего мира. Мы разработали замечательный маршрут, который приведёт вас к 50 странам шести континентов. Можно совершить это путешествие за один день и почувствовать себя так, будто побывал в отпуске и насладился прекрасными пейзажами». Ботанические сады и оранжереи занимают 132 гектара. Здесь можно увидеть 50 тысяч растений со всего мира. «Можно погулять среди высоких калифорнийских секвой, пройти по Глиновой аллее и попасть в Аргентину, в Южную Америку. Там растёт причудливое дерево, араукария чилийская. Можно побывать во всех этих местах и увидеть экзотические пейзажи». В садах Кью появилась новая скульптура. Это горбатый кит, созданный из растений и переработанных отходов, которые собрали на пляжах Англии. Над ботаническим творением трудились художник и эксперт в области моды и искусства. «Нам задали тему «Путешествие по миру в садах Кью». Поэтому мы выбрали животное, которое во время миграции пересекает всю планету. Так появился кит». В Королевских ботанических садах в прошлом году побывали более двух миллионов гостей. Ожидается, что в этом их будет вдвое меньше. Экскурсии «Путешествие по миру в садах Кью» будут проходить до середины октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова